Welcome, 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 дорогие друзья, я с вами Виви. Продолжаем смотреть полуфинал чемпионата мира по Лиге Легенд. Билли-билли гейминги уступают пока Вейбе со счетом 1-2 и стресс для них в том, что они сейчас идут на синюю сторону, потому что проиграли партию. Если они выиграют на этой синей стороне, то сегодня будет у синей стороны 4 победы из 4 игр. Забирают они на фирс-пике себе Ариану и решают играть в гипер-лейт-гейм. Отказываются они от драфта стречных курсов, которые мы тут наблюдали с вами две игры подряд. В первой игре вот биллики ближе вот к этому ушли, только до лейта не смогли дойти из-за того, что слишком сильно проиграл их лесник, слишком сильно проиграл их топ-лейнер. И в этой же игре команда Вейбе Гейминг достает именно то, что я только что рассказывал. Они стрим смотрят. Не, ну это стримопалы. Так, кто у команды Вейбе Гейминг стримопалы? Это Шайза делает? Я только что на стриме, ну это вне записи просто попало, обсуждал с вами то, что команды должны отходить от уже стандартных этих драфтов, типа в Джакса пикать от Рокса или Ринниктона. Куча из других чемпионов, которые с ними справятся. Рассказывал вам про Хемердингера, который гораздо лучше Кейтлин или Калиста выглядят в роли саппорта. Хемердингер, он заполковает, просто не дает нормально жить. И в итоге они пикуют и Хемердингера, и Квину, которую я в списке тоже закидывал. Я, правда, говорю, что Джейс будет лучше. То есть я, если меня спросите, вижу Джейса лучше здесь на позиции топ-лейнера, нежели Квину. Но у нас Квина. И драфт команды Билли Билли Гейминг, он гипер-лейт-гейм. Да, в гипер-лейт-гейме они победят этот клоунский драфт команды Вейбайгейминг, но сейчас вам буду процент рисовать на экране, и вы поймете, как тяжело до этого драфта добраться, точнее, этого пауэрспайка добраться. Начало где-то 40%, средняя стадия игры где-то 35%, и концовочка 60% всего лишь. То есть даже при условии, что вы всего этого добиваетесь и добираетесь до лейта, у вас нет все равно 90% винрейта. Потому что контрпики, они не просто так. Вам будет тяжело заходить в кусты из аши. Вам будет тяжело добираться до оппонентов из-за Хемердингера и его тележек. Вам будет тяжело, потому что постоянно Квина будет угрожать вашей безопасности. Она будет летать сзади и намекать, сделайте шаг влевый, шаг вправо, я ворвусь в вашу... Ладно, 60% маловато им поставил. Сейчас посмотрел повнимательнее и понял, что там еще же у нас Ариана есть, которая щитки будет давать 65. У нас еще есть Ариана. То есть Ариана в конце игры очень жесткий будет здесь чемпион. Она еще правильный билл сделал, смейте, она сразу идет в... Опа-па-па-па. Вэя. Вэя здесь ловит. Что? Попадает, подогнает, но он на обычном прыжке уходит. Он не потерял ничего, ребят. Он переиграл. Хлупикню, спасибо тебе. Хочу тоже жопку посмотреть донатную. Хочу хуйня. Ну, это Наоми Водс, ребят. Потрясающая актриса. Всем советую с ней смотреть киношки. Она не комедийная актриса, она скорее трагикомедийная актриса. У нее много хороших фильмов. Один из которых, вы не поверите, но это фильм, у которого есть предыстория. Фильм «Кинг-Конг». Ну, помимо того, что предыстория идет со старого фильма «Кинг-Конга» 60-х годов, потом была пересъемка в 70-х, потом была пересъемка в 80-х. И большинство из вас знает фильм как раз 80-х годов «Кинг-Конг». «Кинг-Конг жив». Там две серии было. Была еще съемка с Джек Блэком в главной роли. И режиссер Джек Блэк был. И там этот еще актер, пианиста, который играл в фильме. И как раз там Наоми Водс. Тоже «Кинг-Конг». И была еще потом вторая серия «Кинг-Конга». Это уже был отстой. А вот первая с Джек Блэком была хорошая. Так вот, а что за предыстория? Предыстория заключается в том, что Наоми Водс в... По-моему, в фильме «Чикаго», когда она снималась, ей так понравилось быть актрисой на сцене, что она попробовала себя на Бродвее. Американском Бродвее в Нью-Йорке. И там ставили спектакль «Кинг-Конг». Она в нем как раз-таки сыграла. Получила нереальную овацию от зрителей. То есть зрителям понравилось, как она сыграла как раз-таки эту актрису. Ну, не актрису, а этого персонажа, которого «Кинг-Конг» влюбляется. А это была реальная постановка. И Джек Блэк был на этом мероприятии. И он после этого пришел к Вей и предложил банально «Давай снимем фильм «Кинг-Конг». Переснимем все, выкупим права и все. А потом сделаем даже киновселенную, если понадобится». И в итоге, кстати, киновселенную начали снимать. Это «Кинг-Конг» против «Годзиллы». Это все принадлежит просто одной студии. Но в итоге не очень богатая получилась франшиза, если честно. Мне кажется, там не такие большие оплаты. Ладно, все, возвращаемся. Я просто про кино могу говорить вечно. Пока данные не закончатся у меня в голове. Поэтому возвращаемся к Лиге Легенд. У нас здесь был ганг на бот неудачный. Ганг на топ неудачный. Ганг на мид неудачный. Ребята просто гангуют. И сейчас... Ребята, третья минута у них три кемпа у двух лесняков. И сейчас они друг друга гангуют. Погангали друг друга. Успокоились. И просветочка идет от Зюна. Он увидел за счет просветки, куда смещается Вей-Вей. И Кони друг другу ломает ноги. Но Зюн будет забирать красный баф. Вей-Вей будет забирать рапторов. Красный баф забирается, конечно, подольше. Но у обоих есть смайты. Так что, думаю, никто не потеряет здесь кемпа друг у друга. Просто их не забирает, а просто потерял Вей-Вей свой кемп. Да, он дает сейчас просветку. Поздновато у него украли. Но тут он начинает ротации своей. Это забавно. Просто оба лесняка на третьей минуте по три кемпа только сделали. Больше ничего. Сейчас, да, из-за того, что свобода появилась у Барда, начались проблемы. Но, правда, здесь тоже могут быть проблемы. Крисп раздамаживает по Ельку. Много урона нанес. Но, видите, хилочка 90 хп вернул себе Ельку назад. Плюс у него есть печеньки. Обратите внимание, он накупился себе. И печеньками, и обычными хилками. Он ботинки себе взял и говорит, я буду ласхитить за счет АД, которую он берет на пассивки. Это прикольная тема. Ельк взял на Афелии пассивку АД, а не скорость атаки, которую обычно берут, да? Там, по-моему, скорость атаки, либо леталити берут в начале. Он взял пассивку на АД, чтобы увеличить себе фактический урон с автоатак, чтобы ласхитить крипов под вышкой. И также взял... Вей-Вей пришел и говорит, все, отдай кемп. Будем дружить. Будем дружить друг с другом. Короче, Ельк сделал такую штуку, чтобы он мог стоять один против двоих. А за счет хилок он бы лечится просто против Аши и против Криспа. Ну и дамеджа ему хватает под вышкой ласхитить. Крипов, как видите, он спокойно их добивает. Как раз потому, что у него до ПД взято. Хотя, не знаю, может, до ПД всегда берут. Ну, тогда тоже гениально. И по 91 хп за счет этих плюшек себе восстанавливает. Барт на четвертом уровне странно. Он кушку взял, получается. Потому что должно было уже 110 быть здоровья. Там 20, по-моему, скейл идет. Там 70-90 здоровья, по-моему, прибавляется. Кстати, а почему по 91 брал? Там, по-моему, 70-90, 110 и в конце 150, если я правильно помню. То есть 130-150, если за макси W. А, ну да, больше, потому что у него уже ability power есть. У него же 5 ability power на этой хрени. И там, видимо, скейл как раз 20%. Поэтому по 91 и восстанавливается. Да, тогда логично. Тогда логично, ребят. Ну, стрессовая игра для команды Билликов. Им нужно сейчас заниматься выживанием. И это выживание не касается Ягао, судя по всему. Он вообще прекрасно себя чувствует против Синдры. 50 фарма на 33. На топе Джакс все еще выживает. Если его не сможет Квина убить ни разу на линии, это для него будет, ну, знаком качества. Ну, конечно, не хочется отставать и сотню фарма. Но все равно знаком качества будет, если она его просто убить не сможет. За счет Хемерзингера забирает дракона. Но Вейвей сильно пострадал по здоровью. Елька подходит, начинает убивать. Вейвей берет уже дракона в свои руки. Перекидывание делает по Ельку. Елька пытается убить. Он нажимает клинт, снимает Синдракон эффект. И надо как-то уходить к Криспу. Крисп пытался перепрыгнуть стенку. Но флешнулся как-то криво. Его станет. За ним гонится через туннели Барда. Станет его еще раз. Крисп погибает. Два убийства в пользу команды Билли Билли Гейминг. Но они отдали дракона. Это очень плюсово для них. Потому что им нужны эти деньги, как воздух. У них проблемы. Иначе будут средние стадии игры. Еще более крупные, чем сейчас. Они сейчас отстают по золоту. Топ-Лейнер и Лесник. Но вот после этого сражения все поправилось. Они вышли плюс 700 золота. И главное, что их адекерри приближается к ключевым предметам. Зион хотел в спину выйти. Но Вейвей его увидел. И в итоге Зион просто отступает. Ну, похоже на то, что могут они выиграть, ребята. А если выиграют, то счет станет 2-2 в этой серии. И вот здесь начнется проблема. Команда Вейба просто уйдет на синюю сторону. А у нас синяя сегодня только побеждает. А, Криспа здесь застанили. А потом зачем он наверх пошел? А зачем он потом наверх начал смещаться? Почему он флеш через стенку не потратил сразу? Крисп, конечно, что-то как-то затроллил. Он как будто думал, что они все еще продолжают воевать. Хотя, очевидно было, что после убийства Рейл им надо уходить. Э, что? Зешай, что у тебя случилось? Зешай как-то неудачно разменялся с Бином. Чуть было не умер один на один. Он здесь... О, наловят! Он на туннеле убегает в сторону. Но Хеймер Дингер ждал его в кустах. А теперь у Хеймера проблема. Он пытается сам через туннель пройти. Но этот туннель оказался для него туннелем смерти. Ельк 3-0! Боль! Ловушка ставилась для Барда. Бард фэйсчекнул эти кусты. Его встретила там Аша. Но я не знаю, была ли ульта у Аши в тот момент. Походу, не было, потому что она ее не потратила. И как итог, это еще одно убийство. Уходит Ельку. Елька просто... Елькальп себя чувствует. Но меня больше смущает Зешай теперь. Он только что чуть было не сдох на топе. Если он еще час умирает на топе от Джакса, ну, тогда все пропало у команды Вейба. Потому что шатдаун вот снять с Афеля они все еще могут. Белики уже даже настолько наглеят, что идут забирать Геральтку более слабым драфтом. Крисп это все видит. Спрашивает у Рэл, будем воевать или что? И она говорит, или что? Не о какой войне уже даже не думают. Квина запушила линию. Хеймер здесь. Прикрывает Квину. Там динаются крипы, но пластину она снять не смогла. И опять туннель Барда. Как же Бард помогает в этой игре? Пластина, да, не умирает. Или умирает, но еще и Зешай не достается деньги. Это в два раза хуже даже. Потому что так хотя бы можно было оставить еще себе эту денежку 175. А теперь еще и это не получают. Как же Бард переигрывает в этой игре Криспа? Бард и Стана в него попал. И сейчас у него будет ульта скоро. И первую ротацию он сделал тогда. Сбил Жауху Телепорт. Вот эту рекул, помните? Поэтому он начал сильно от Ариана отставать по фарму. Сейчас помог Джаксу вернуться в игру. Джакс уже выровнялся по фарму, считаете. Ну и Елик с тонны киллов. Вообще ничего не боится. Прыжок, откидывание. Ну типа вот в этом матчапе вот так все и происходит. И никак не может Джакс победить Квину. То есть он может ее победить только если она грубо ошибается. Вот здесь Товардаев 4 в 2 намечается. Бард притащил Ягауа, но вроде ничего. Да, они посмотрели, увидели Квину и решили, что оно того не стоит. Хеймер. Хеймер, ты что делаешь? Сейчас у него просто ворвется Зюн через ульту и все, убьют его. Четвертый уровень у Криспа. Что происходит? Криспа реально просто троллит. Все. И что это такое? Я думаю, сейчас знаете, Керрио на это смотрит и такой. И кстати, на это еще и Берил смотрит и тоже такой же. Опа, ульта. Но Кринс тут же нажимает Ельк. Продолжал Ху, приходит, кидает Стан. Попадет Ле. Попадает, выдает ульту и Шадан. Дау, 600 золота. Зарабатывает Жаху Вард, который поставил лайт. Приносит ему эти денежки. Но размениваются они килл в килл. Но 600 золота, вы понимаете, это дорогого стоит. Товердайв, Вэй. Стан прописывает. Ждут они пока потратят Counter-Strike Бин. И после этого делают снова заход на него. Но Вэй-Вэй уже без ульты. Зачем без ульты? Без коня он не может ворваться. И дать ульту. Договорился. 5-1. Что-то Вэй бы посыпались со своим драфтом. Ну, знаете, это тоже такой момент, когда вы пикаете драфт, которым вы, наверное, редко играете. И надо просто его еще правильно сыграть. Но видно, что Крис вообще не понимает, что ему делать за Хемердингера. Я, откровенно говоря, вообще не понимаю, зачем он роумит. Хемердингер – это чемпион, не о роуме. И то, что там в чате тебе пишут. Хе-хе-хе, Бартроуми, это ты не роумишь? Ты не должен это слушать. Твоя задача – не давать фармиться Ельку на линии. Опа. Зюна ловит. Не отменяет ему прыжок. Ну, здесь Крис прописывает стан. Четвертый уровень все еще. И не попадает W. Вот бы прописать стан, но не попасть W потом. Бывает. Сейчас будет еще один стан. Попал бы, но он решил отфлешиться. Вейвей гонится, ну и передумывает продолжать погоню. Ну, это странно, это странно. Я по поводу того, почему Хемердингер решил не стоять дальше на ботлайне. Там до 10 минуты плюс. И не попытаться сломать вместе с Ашой еще пару пластин. Кто скажет, ну вот там же Офелия был уже с тремя километров. Так какая разница? Ну, с тремя, хоть с 20 километров. От этого Ластилова у него не появилось больше, ребят. Квина вниз полетела. Побину пронесла урон. И тому приходится отступать. Опа, ловят. Будет Вей делать дисенгейдж? Вей принял на себя кушку. Прикольно. На самом деле, там он не затаймил. А на кушку бы все равно двоих задел. Опа, у него нет флеша! Он ставит туннель, но там будет первое подкидывание. Второе подкидывание. Он пытается отбраться и убирается через свой туннель. А никак не могли остановить, разве? Вейстан вроде... Ну да, наверное, никак не могли. Успел перед тем, как попала в него ульта Аши, кинуть туннель. Он и это зарешало. Если бы он туннель кинул позже, ну, после ульты Аши, то, скорее всего, это никак бы ему не помогло. А что? Зюн, ты что делаешь? Пытается убежать. Джауху делает флеш! И урона ему не хватает. Выживает Сиджуани. За счет того, что ульта ее отрегенила. За счет радианта. И у нас здесь Геральт, кстати, пытается ворваться Она не доврывается Ее добивают Там многие смеялись с командой ЛНЖ против команды Т1 Когда они отыграли свою серию По поводу того, что команда ЛНЖ отдала за ту серию Если я правильно помню 4-4-3, да? То есть получается 11 драконов Не забрали ни одного Они отдали 11 драконов, не забрали одного Отдали 5 Геральдек Забрали только одну И даже ту одну они вызвали так Что команда Т1 ее убила До того, как она ворвалась в вышку То есть там просто полная катастрофа была у команды ЛНЖ По ленингфазе Ну и когда у тебя такой по ленингфазе провалы Играть в серию невозможно Ну поэтому они и преграли 0-3 Что же касается сегодняшней серии То провалы идут у той команды Которая идет ЗШ Я тут пытались поймать ТП, ТП нажимает синдер Прикрывает на всякий случай своего партнера По линиям ЗШ подпушил линию Хотел среколить Потому что там уже дракон скоро появится Вышку отключили А, они пытались отменить реколы на Квиня Я понял Чтобы она не успела вернуться на топ Потому что хотели Может быть, что Бин сломает вышку Но Квина не там реколилась Он в другом месте среколилась И у нас Дрейка забирает Сейчас команда Билли Билли Гейминг Нечем просто вейбая на это отвечать У них Квина уж улетела в другую сторону У них, видите, нет преимущества никакой линии По чемпионам есть А предметы, так купили эти чемпионы позже Поэтому они просто используют пока преимущество Квины Которые 66 золота преимущества Целый... Целый поушен И 16 золота скидки Останется еще Да, конечно, обиды, когда у тебя нет преимущества по золоту Хотя ты сделал плюс 30 фарма Ой, ему спину летят Ой-ой-ой-ой-ой-ой И помним, что нет телепорта Делают сайдстеп Красиво сделал сайдстеп Пробегает вперед Его стягивает Отфлэшивается За ним флэшивается уже Бин Ну, это обидно ЗШ, я так хочется спросить Пацаны, вы что творите вообще? Вот зачем тогда Синдра нажимала ТП? Я, откровенно говоря, не понимаю Зачем Синдра полетела вниз Спасать его От Сиджуани и Барда Сиджуани и Барду А. Не хватит урона, чтобы убить Квину Б. Даже если им хватит урона, чтобы убить Квину Заработает Киласи, Сиджуани и Барт Ну, типа Вы смеетесь? Ну и опять же вспоминаем, что у ЗШ Я был еще тогда флэш Но они ТП потратили Сейчас ответом ТП воспользовалась Ариана И гораздо большей эффективности принесла своей команде Правда здесь ВВ не дает Зюну добить Геральтку Он уже на плейду ее сделал Ему ее отменили Ворваться не хочется, потому что Джакс ушел вниз Только что Синдра смещается к ним как раз на мид 6-1 Белики контролируют вроде партию Но их драфт в любой момент может проиграть В любой момент после 35 минут они уже не будут проигрывать Но в любой сейчас момент Поэтому надо стараться быть аккуратными Не подставляться Полетела ульта Криспа Зацепила здесь Ариану И там просто щиточек Ариана Если Джоанни прикрыла и все Квина Квина надо идти с Джакса уже останавливать Многое слишком времени ЗШ тратит на то, что он стоит со своей командой Очень много времени Его команда 4 на 4 должна справляться без него Тот скажет, ну вот он делал это, а они уже не справляются Опа Опа-па-па-па-па Да, красиво Ну Типа он даже не виноват, я к ЗШ Он сделал все верно Он вернулся защищать вышку против Джакса Сразу сделал Джакса all in, чтобы прокнуть свой статик Прокнуть свою пассивку Много урона нанести О, здесь ответ на убийство Хорошо Цепляет еще Елька Раздамаживает Аша, дает замедление Прямо он вот тут откачивается от нее в сторону Вышку начинает бить Могут ли здесь встретить того, кто пролетит? Пролетит Джакс Тут же его встречает с Таном Дабл ее встречает Осаду продолжает, но врыв не делают Хотя два игрока Ну были только лишь у команды Били-Били Гейминг здесь Но Я решила, что будет безопаснее сейчас просто Повоевать С вышкой А не с оппонентами Так вот, Квена прилетела Все сделала правильно Фулл прокаст А потом просто прилетела ульта Барда Которая выключила ее И через туннель Бард прилетел Стан прописывает Еще и Сиджуане идеально Станом попала 18-ая минута Геральтка так вторая и не взята Я понимаю, что она пропадает Когда появляется Нашор Нашор появится в 19.40 Ну он начинает свое появление в 19.40 Геральтку можно успеть забрать Если вы начали ее бить в 19.40 До 19.55 Это официальное время Но Видимо до этого таймера дела не дойдет Ее заберут чуть пораньше На полторы минуты Так, Квена уже 0.2 Прошу прощения Квена уже 0.2, ребят Ну Я могу из плюсов отметить Команды Вейба Гейминг Если кто за них переживает Смогут ли они выиграть сегодня 3-1 Вообще забавно Что если сегодня Вейба выиграют Эту серию 3-1 допустим Да То Очень высока вероятность Что командой Чемпионом мира Станет нижняя сетка А не верхняя Просто мне кажется Что если билики выиграют У них хорошие шансы Как против команды Т1 Так и против команды Джейди Гейминг А вот у Вейба Что-то мне кажется Вообще нет шансов Ну так структура турнира Распорядилась Вейба тогда будет Типа такая же Как команда ДРХ По той же схеме Четвертая команда В ЛПЛ Слушайте Ребят Тут целая история Получается Целая история Только здесь История В этой истории Не Дефт А Зашай Только не Дефт А Зашай Будет этой истории Зашай прыгает Кстати Бина Носит очень много урона У него уже Два предмета На скорость передвижения Джаксу Тяжело от него убегать Но он не Бычит пока На 100% Мне кажется Можно даже пожестче Играть за Квину Но правда Один раз он сыграл пожестче Его тут же Через телепорт убили Опять играет жестко И опять его закрывает Через телепорт Да Поиграл пожестче Да Но здесь уже не выжить Он должен сказать Вэйвэю Вопрос такой Чувак Что ты тут делаешь Какого хера Ты тут находишься Вы не видите Чем я занимаюсь Что ли Или вы не знаете Чем мой чемпион Занимается Вас вообще Здесь быть не должно Вы здесь должны быть Какого Черта Там Синдра Находится Какого черта ТП нажимает Синдра Какого черта Там вообще Вэйвэй находится Вот ваш объект Они на меня Тратят ТП На меня тратят Барда Вы забираете Дракона У меня бы сейчас Горела жопа Как не знаю что Джакс ему Не угроза Он Джакса Побеждает Один на один И будет побеждать И вот Вплоть там Не знаю До шести предметов Даже наверное Ну ладно Шесть наверное Джакс тоже будет Слишком большой Кулдаун Он будет уешки Зешая А у Джакса Будет Контерстрайк Чаще откатываться И прыжок То есть Где-то До четырех предметов Он точно Побеждает Один на один Дальше Он просто Будет избегать С ним битв И будет Хорошие Сайдстепы делать А что вот Вейба делают Зачем Зачем они Всем составом Здесь Почему они Всем составом Не на драконе То есть Как играть За Квину Когда твоя команда Бежит к тебе Глупость Просто Так вот Я хотел целую историю Рассказать вам Получается у нас Зешай Игрок Который Уже собирался Заканчивать Карьеру Свою Игрок Которого Все уже Забыли Игрок Который Забытый Чемпион Скажем прямо Вейба Гейминг Еле-еле Пробирается На чемпионат Мира Через 4 место После этого У них идет Тяжелая Ситу По групповой Стадии Пробирается Тоже В последний Вагон В плей-офф Там им Везет Достается Им Норд-американская Команда ЦЛГ Да Энерджи Которая Сейчас Называется В них Никто не верит Даже в этом Матче То есть Даже Там Многие Ставили Что Вейба Могут Не пройти Там Серьезно Ребят 15% Ставили Что Энерджи Победит Понимаете Китайская Команда Проиграет Американской Но Представляет Ну Типа Она Проигрывает Уже По предметам Джаксу Она Могла Бы Что-то Представлять Если бы Она Шла На пол Предмета Впереди Как и Должна Была Быть Чемпион Телепорт Секунд 1 на 1 Но Приходит Барт Который Делает Ротацию Всю И Говорит Ничего Уже Не Подуэлит Бин Выигрывает Серию Победа Бин Смог Победить На Джаксе Ни Одного Кила В Соло Не Сделав И Даже Фармиться Ему Помогали Ну Что Делать Нужно Выиграть Да Нет Ничего Не Делать Уже Не Ну Надо Как-то Сейчас Майд Войну Вэй Впрыгивать Пытаться Выиграть Его Пытается За Зоне Делать Прямо Прокаст Он Нажимает Ульту Утягивает За собой Трех Синдра Которая Должна Была Вносить Магический Урон Красс В этой Стадии Не Внесла Но Билли Возвращается На Нажора Это Мне кажется Ошибка Квина Цепляется За Он И Начинает Бить Пытается Дисенгейдж Но Надо Бросать Это Дело Аша Должна Не Отпускать Ашу Стягивают Она Специально Мне кажется Подставляла Чтобы Сейчас Отфлешиться Но Это Было Не Очень Хорошо Если Она Это Делала Специально В итоге Они Просто Все Умирают Не Она Делала Это Походу Не Специально Я Причем Сказал Что Она Мне кажется Делала Специально Потому Что Она Хотела Чтобы Оппоненты Не Отступали И Тогда Они Синдры Могли Дальше Всех Убить Но Что Как То Она Потом Запуталась Что Делать Было Явно Видно Что Он Запаниковал То Это Не Был Продуманный Ход Ну Что На Шор Баф Билики Выигрывает Эту Партию Доживает До Лейт Гейма Я Очень Удивлен Что Так Слабо Отыграли Эту Стадию Игры В Эйбеке Но Давайте Будем Честны В чем Они Проиграли У Них Есть Хеммер Дингер С Ашой На Ботлейне И Что Начинает Делать Хеммер Дингер С Третьей Минуты Матча Он Начинает Роумить Извините Ребят Если Вы Хотите Роумить За Саппорта Как Это Делает Барт Вам Нужно Брать С Измеримо Мобильного Чемпиона С Бардом Ну Там Типа Пайка Наутилус Что То Рэл Там С Горем Пополам Но Если Вы Пикаете Хеммер Дингера Который Я Хочу Стоять На Линии Расставлять Свои Тележки И Мы Пушим Просто 24 На 7 Эту Вышку То Вы И Должны Играть Так То Что Роумит Барт Да Насрать Что Он Роумит Ну Придет Он Один Раз На Мид Лейн Отменит Рекол Синдры Ой Какая Страшная Тема Синдра Будет Проигрывать 10 Фарма Ой А кто Это Сделать Если Фарма Синдра Потеряла А Ничего Что Вы За Это Время Четыре Пластины Сломаете На Боте И Потом Может Еще Смещаться На Восьмой Минуте И Помогать Ломать Геральт Там Уже Можешь То Есть Их Задача Была Забрать Дрейка На Пятый Забрать Дрейка На Десятый То Есть А В Эти Два Промежутка Где Вы Дожди Пушить 24 На 7 Бот Лейн Да Молодец Офелия Я ему Ставлю Гигантский Лайк За то Что Он Взял Другой Билд Он Взял Себе Обратите Внимание Не Пресс Д Атак Не Конквейр Он Взял Себе Этот Сейчас Погодите Он Здесь Последний Ол Ин От Вейвея Был Он Его Так И Не Сделал Он Взял Фридфут Ворк Для Сустейна На Линии Мобильности Купил Себе Ботинки На Первом Бэке Играл С Печеньками И При Этом Еще Играл С Хилками И За счет Этого Всего Как Раз Таки И Сустейнился И Готов Был Стоять Один Вдва Готов Его Вряд Либо Сильно Убивали На Эта Линии Но Вышка Падала И И Деньги Шли Б Аше В Карман Но Он Стопом И Хемер Деньги Руб Шли Деньги В Карман И Он Быстрее До Релая Добрался А Барт Ну Пусть Бегает По Карте Что Делать Ну Не Сделать Ничего Пусть Бегает По Карте Бывает Да Вейба Гейминг На Синей Стороне Были Гораздо Лучше Чем На Красной Вообще Лучше Чем На Красной В Этот Момент В В Телефонные Игры Потому Что В Телефонных Играх Нет Синий И Красной Стороны Есть Всегда Одна И Та Ш Сторона Вы Всегда Играете На Синей Стороне Единственная Разница Это Последовательность Драфтов И Просто Я Смотрю На То Как Драфты Устроены В Этой Игре В Нашем Чемпионате Мира Не В Последовательности Драфтах Проблема То есть Нет Какого-то Супер Пауэр Пика Который Забирает Команды На Синей Стороне Они Просто Как Будто Ну У них Какой-то Ступор Вот здесь Происходит В голове Они Не Могут Понять Что Делать Дальше Как Играть На Красной Стороне Они Просто Не Знают Синдер Три Ульты Нельзя Бы Всем Составам Драконя На Сценарии Соблюдать Давайте Уже Биллики Закончить Этой Победой Ждем Следующую Серию Ребят Следующая Серия Если Сейчас Произойдет То Что Произошло На Каком-то Был Год Чемпионат Мира Кто Мне Напомнит Это По-моему Был 2021 Год Если Я Не Ошибаюсь И Вроде Это Был Вот Этот Матч Это Вроде Был 2021 Год Т1 Против Команды ДК Тогда Выигрывала Каждый Матч Команда На Красной Стороне Если Я правильно Помню Это Здесь Была Красная Сторона У них Т1 Выиграла На Красной Стороне ДК Выиграли На Красной Стороне Причем Обе Команды Намеренно Шли На Синюю Сторон То есть Выбор Стороны Они Делали Синю Но Побеждала Красная И В Последнем Драфте Где Команда Т1 Имела Право Выбора Стороны Они Сами Пошли На Красную И Проиграли Это Так Было Смешно Потому Что Казалось Бы Делаем Все Верно Красная Сторона Выигрывает Значит Делаем Пик На Красную Сторон И Тут Они Так Блин А В Этой Игре Мы Не Смогли То есть Такое Бывает Просто Проигрывала Та Команда Которая Выбирала Сторон Получилось Так В том Матче Сейчас Возможно Такое Самое Произойдет А Может Все Проще Будет Просто Опять Синя Сторона Победить Та Команда Которая Выбирает Синю И победит Увидим Уже Совсем Скоро А вы пока Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Чтобы ничего Не пропускать Ждем Финального Матча